Энтропия мира хаоса, говорил преподаватель по КСЕ, постоянно у нас полгода на парах. Это единственное, что я запомнила из этого курса, как бы вот. Потому что... вот. У нас в гостях человек, который знает намного больше меня. И Саша что-то хочет сказать, очень я не даю. Да я анекдот хотел бы рассказать. Павел Хаснулин, доброе утро. Павел, привет. А теперь анекдот. Ну так сказать, чтобы разрядить обстановочку, так сказать. Сидят два ученых в баре. Ну да, выпивают. А вы скажете потом, Павел, так это или не так? Мимо проходит шикарная блондинка в красном платье. И один вслед ей смотрит и говорит, ты глянь, какое красивое сочетание атомов. Все? А, так бывает, да? Ну, наверное. Итак, Павлу Хаснулину сегодня будем обсуждать интересные темы. Они совсем не похожи друг на друга. Одна будет про наскальную живопись. Ну, я так ее называю. А вторая про эмбрионы. Вот такой вот у нас выбор пал. Зачитываю первую. Прям вот цитирую дословно, да. Группа европейских археологов провела уранториевый анализ. Мы на этом остановимся. Хорошо. Изображение из ряда пещер каменного века и пришло к выводу, что они оставлены неандертальцами. Это радикально меняет представление об этих родственниках людей, некогда скрещивавшихся с современными европейцами и азиатами. До сих пор считалось, что они были не способны создавать произведения изобразительного искусства. Так вот, как я обещала, меня интересует, что это за метод уранториевый анализ. Уранториевый анализ – это один из методов радионуклидной диагностики. Радионуклидная диагностика, подожди. Хорошо. В составе всех материальных объектов, которые имеются у нас на планете Земли, ну вообще во Вселенной, есть какие-то атомы веществ. Так. И по содержанию атомов этих веществ мы можем определить, какой возраст. Потому что у каждого атома есть свой период полураспада и распада. И, соответственно, на основании этих методов мы можем датировать более или менее точно возраст тех залеганий. Ну вот если говорить конкретно про Землю, то это так называемый исторический слой, культурный слой, если мы говорим про человека. Ну, соответственно, мы можем диагностировать, в каком слое исторически, в какой период времени располагались те или иные нахождения. И вот они взяли уронториевым анализом вот это вот то, что было на стене, посмотрели, датировали и выяснили, что неандертальцы. А они жили сколько назад? Они жили, ну, будем так говорить, от 200 до 50 тысяч лет назад. Они жили преимущественно, вот что важно, тут самое главное, где они жили. Они жили преимущественно в Европе, то есть на территории современной Европы, а также в Средней, там, Передней Азии и вплоть до, соответственно, до Сибири, до Западной Сибири. И, ну, то есть достаточно широкое распространение, и вот с нами, с нашими непосредственными предками, с сапиенсами, они встречались сначала на территории Средней Азии, на территории Ближнего Востока, и также, скорее всего, были встречи и здесь у нас. И все-таки, кто кого научил рисовать? Вот про это мы ничего не знаем, и, ну, так сомнительно, что мы узнаем, но зато раньше, как считалось, что исторически так сложилось, когда начались, ну, по мере развития археологии, считалось, что неандертальцы... У них другой склад ума, а не пространство воспринимать. Они по-другому, да, абсолютно вели себя, мыслили, и, соответственно, у них другие были понятия, и что у них были погребения, но они тоже были по-другому устроены, а вот подтверждение того, что у них было искусство, и особенно изобразительное искусство, то есть что-то они лепили, что-то вырезали, это все понятно, это есть там подтверждение. А вот то, что у них было изобразительное искусство, этому подтверждение нет. В частности, допустим, нет изображений животных. Вот сапиенсы, они везде рисовали на стенах животных всяких... Охоту и все-таки. Да, да, что вот они бегут за кем-то там потом... А про неандертальцев такого не было. И вот как раз вот это новое исследование, оно как раз совпадает, то есть по месту и по времени совпадает с неандертальцем. Но мне непонятно, как решили, что это именно художественное какое-то произведение, что это именно рисунок, как эстетический, а не что они мазали стены, потому что думали, что им так теплее будет, например. Ну, там есть конкретные уже начертания, которые видно, что они что-то изображают. То есть мы не знаем, что это конкретно, но... Там какой-то узор. Да, да, там узор, там сложные узоры. Какая-то система. Так что это может быть, на самом деле у неандертальцев вполне было изобразительное искусство, просто они рисовали чем-то другим обычно, не так, как сапиенсы. Может было там взаимное культурное влияние. Самое главное, что это не везде, то есть это речь идет пока о конкретном регионе. И интересно, что все-таки с другим складом ума и с другим видением вообще жизни и восприятия мира все равно есть какие-то опорные точки, как искусство, в котором человек выражается. Но интересно еще вот, что это открытие как-то помогает ученым, кроме того, что мы просто знаем теперь, что неандертальцы тоже пытались рисовать. Как-то это еще на исследование вообще о человеке влияет, что-то мы еще можем с помощью этого понять? Конечно, мы с помощью этого можем понимать, что классически считалось, что только вот сапиенсы идут по этому пути, по пути развития культуры, искусства и так далее. Теперь мы знаем, что независимо от того, в какую сторону двигался человек в своем альтернативном развитии, у него были схожие направления развития собственной деятельности. И теперь, исходя из этого, начнут и другие точки соприкосновения искать? Да, конечно. Мы можем больше найти интересных моментов и, может быть, что-то мы унаследовали еще от неандертальцев в культурном плане, например. После рекламы остановимся на том, что у нас интересного в Новосибирской областной школе археологии и историографии. У нас в гостях Павел Хасноулин, человек очень умный. Вот так, можно было бы вас представлять? Что такое? Кандидат и дитут наук, научный популяризатор, основатель проекта «Сайдска». Все, шутки кончились. Мы возвращаемся к новости о том, что группа европейских археологов провела очень классный анализ уранториевых изображений из ряда пещер Каменного века. Пришла к выводу, что они оставлены неандертальцами, чего раньше вообще ученые не догадывались. Интересно, что им так много понадобилось времени, чтобы посмотреть на рисунок. Ну, это же не время, это развитие технологий. А, вот. И медленно перешли к тому, что у нас в области крутого делается нашей школой археологии и историографии. Ну, вот смотрите, у нас есть Институт археологии и истории Сибирского отделения Российской Академии наук. И, в частности, предсотрудники нашего института ведут изыскания, исследования, в том числе и в нашей, ну, будем говорить, на юге Западной Сибири, где достаточно богатая тоже культура историческая сложилась. У нас тоже жили неандертальцы. У нас тоже жили неандертальцы. Ну, и совсем у нас на Алтайе, так говорят. Вот. И, в частности, например, вот в этом году были опубликованы новые исследования о том, что, ну, это генетики уже определяли, что генетически разные совершенно популяции неандертальцев проживали у нас на Алтайе. То есть, они не совпадают, точнее, они различаются генетически, различаются от европейских неандертальцев, от тех, кто жил на Ближнем Востоке. И даже группы внутри неандертальцев, которые обитали у нас на Алтае, они также между собой имеют различие. Они настолько уникальные, что нигде в мире таких не обитали, а у нас обитали. Да, у нас вот... Штучные экземпляры бывали. Даже ввели понятие алтайский неандертальцев. Боже, как это круто. Не знаю, гордиться или нет, вдруг это страшно, что у нас были такие мутантские неандертальцы, ни на кого не похожи. Ну, может, это так круто. Но можно ли сказать, что современные сибиряки генетически отличаются от европейцев? Нет, ну, само собой, генетические отличия есть среди человеческой популяции везде, вне зависимости от того, где проживают. Потому что сейчас человеческая популяция представляет собой такой, не знаю, котел, в котором варилось все. У нас есть, то есть, у большинства людей есть до 5% примесей неандертальцев, тех же самых. Есть, допустим, у людей, проживающих в Меланезии, в Австралии, примесь денисовцев, которые проживали тоже на Алтайе. Ну, и еще другие какие-то примеси. У африканцев есть свои примеси, которых мы еще даже не знаем. Да знаем, до коробок. Давайте к следующей новости. Ученые рассчитывают научиться выращивать эмбрионы, используя только эмбриональные стволовые клетки. Специалистам из Великобритании уже удалось вырастить эмбрион мыши из стволовых клеток другого эмбриона. И, как считают участники эксперимента, уверенности, что эмбрион сможет вырасти во взрослую мышь, пока нет. Но все равно это большой шаг для науки. И следующим шагом, говорят, должно стать выращивание человеческого эмбриона. И с его появлением ученым предстоит решить множество исследовательских и этических вопросов. Итак, эмбрион искусственно выращены с использованием стволовых клеток другого эмбриона. Ну, там не совсем другого эмбриона. Просто имеется в виду, что стволовые клетки... Вообще, что такое стволовые клетки? Стволовая клетка – это либо ей и циклетка, точнее, оплодотворенная, соответственно, циклетка, либо это клетки уже взрослого организма, чаще всего фибробласты, которые... То есть это клетки соединительной ткани, предшественники клеток соединительной ткани, которые можно потом использовать для выращивания органов и систем. Но... А стволовые, точнее, эмбриональные стволовые клетки, они могут использоваться для выращивания любых тоже клеток организма. Они являются, так называемым, плюрипатентными, то есть из них может вырасти все, что угодно, любой орган, в зависимости от условий среды. Так вот, данные эксперименты проводятся пока для фундаментальных изысканий, то есть о практическом применении рано говорить. Но, в принципе, мы уже можем, и в частности у нас в Новосибирском институте цитологии и генетики тоже создаются такие базы стволовых клеток, как эмбриональных, так и плюрипатентных взрослых, то есть полученных из взрослых организмов, для того, чтобы использовать их в дальнейшем для выращивания органов. Ну, а эмбриональные клетки, насколько я понимаю, вот тут про мышь, да, если взять аналог, они попытаются из этого эмбриона вырастить взрослую мышь. Получится, не получится, вопрос. Но если получится, в дальнейшем будут пытаться вырастить человека из эмбриона человека. И вот этот искусственно выращенный человек, у него будет что-то общее с тем человеком, который вырастет из того эмбриона, из которого клетки взяли? Здесь вопрос. Это обычный нормальный организм. То есть он ничем не отличается. Единственное, для чего делаются вообще эти исследования? Для того, чтобы можно было генетически модифицировать... Я к тому, что будет ли у них какая-то связь, типа как у близняшек? Нет? Ну, это идентичные люди будут. То есть идентичные животные. Одинаковые? Ну, можно сказать, да. Но это делается для того, чтобы предотвратить развитие каких-то наследственных патологий, какой-то генетической информации, которая, будем так говорить, мешает развитию нормального организма. Вот для чего это делается. То есть будет эмбрион, у которого в дальнейшем человек, который может всем подряд болеть, или его клон, который всем этим не болеет. Как-то так? Ну, нет, не так. А первым можно выбросить, если что? Я вообще не понимаю. Ну, то есть, когда мы говорим об эмбриональном развитии, то, допустим, проводится генетический анализ, выявляются какие-то маркеры, которые приведут к развитию какой-то патологии. Ну, там, опухолью, например, я не знаю, и там другой генетической патологии, которую мы можем определить, что она точно разольется. И, соответственно, за счет этих выращивания этих клеток стволовых, мы можем и внесение в них генетической модификации, мы можем регулировать эти процессы и предотвратить развитие этих стволов. Выращивать расу полноценных здоровых людей без всяких там... Ну, когда-нибудь возможно. А, это вообще попахивает захватом мира. И смотрим очередную серию из... Новую планету, может быть, заселена. ...звездных войн. Вообще страшно. А так и клонок. С Павлом Хаснульным каждую пятницу нам очень познавательно, весело, иногда чуть-чуть страшно, но всегда интересно. Спасибо. Спасибо, Паша.